Всем привет! С вами Юра Кураж, и мы продолжаем проходить второй баннер Sago. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами получили обратно под контроль караван Aleta, который уже где-то на подступах к Каберангу. Давайте заглянем на рынок сначала. Так, а тут у нас, ну, какая-то шляпа, честно говоря. О, плюс 2 дальность. Плюс 2 дальность мне нравится. То есть, допустим, если взять... А где нит? А, вот нит. Ту же нит. Она не может эту штуку экипировать, потому что она слишком низкого уровня. А в Дердре 6-го, у нее что-то есть. Ладно, разберемся по ходу пьесы тогда. Ну, и поскольку настроение каравана-упадническое, давайте попробуем отдохнуть немножко. Раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, можно ли отдохнуть впрок, но на всякий пожарный 6. А, ну и пошли в путь. Едва повозки начинают отъезжать от деревни, как вы слышите, девичий крик. Папа? Вы оборачиваетесь и смотрите туда же, куда и девочка. Горло подкатывает ком. С востока, через недавно покинутые вами земли, движется колонна пропавших сородичей, воинов и варлов. Кто-то спрашивает. Это руга? Впереди колонны шагает бывший наместник Берсгарда. Мужья бегут к своим женам, дети вопят от радости привить родителей, которых нечаяленно увидеть живыми. Вы тоже спешите к колонне, чтобы поприветствовать своих, но руга останавливает вас движением руки. О, ну какой он высокомерный. То есть они как бы говорят с Олеты, но даже на нее не смотрят. Как всегда лицо наместника ничего не выражает. Дагр, конечно же, хранит молчание. Олет-то? Я не знал, увижу ли тебя снова. Отец хорошо обучил меня выживанию. А развитой отец, неважно. Вы толком не знаете, что сказать дальше. А... Очень хорошо, что тебе удалось найти остальных наших сородичей. Не обманывайся мыслями о том, что все собравшиеся под этим знаменем одна семья. Может и так, но мы стали кланом. Вражда длится поколениями. В сердцах некоторых из этих людей живет ненависть, которая старше великих войн. Не думай, что пара недель совместных странствий способны это изменить. Хм... А... Ты еле дышишь от усталости. Если хочешь отоспаться, мы тебя подождем. Это решать не мне и не тебе. Пусть сородичи скажут нам, как поступить дальше. Он говорит так, будто заучено повторять слова и при этом улыбается. Думаю, вам всем не помешает поесть и немного выспаться. Решение принимает народ. Правитель всего лишь ведет его. Что с тобой произошло после нападения змея? Мне в пору спросить тебя о том же. Мы с Дагром сбежали, как и все остальные, но попытались помочь всем, кому смогли. Древняя роща проходила на лабиринт, но в итоге мы выбрались оттуда и по пути подобрали других. Вы смотрите на Дагра, пытаясь понять, правда ли это. Без толку. Мы ждали других столько, сколько могли. Стали бы ждать еще, померли бы с голоду. Я держал людей в ежовых рукавицах и только отправил пару человек в толлер за припасами. Мы сделали то же самое, только наши разведчики не вернулись. Руга чешет обвивающий шею шрам. Странно, наши тоже пропали, но в итоге мы здесь и большинство из нас живы. Мне надо посмотреть, как там остальные. Прежде чем ты это сделаешь... Дагр, чуть смещается. Вы едва не отпрыгиваете от этого внезапного движения. Ваше сердце начинает биться быстрее. Олетта, ты молода, сильна и красива, но... Я надеялся, что ты окажешься лучшим правителем. Вспомни корабли, трясины и лундер. Чтобы меня, даже древнюю рощу. Многим твои решения стоили жизни. Но я не могу тебе позволить и дальше убивать или бросать сородичей. Вы замечаете воинов, собирающихся за его спиной. Нормально вообще, чувак. Просто... Ну, я не знаю, мне кажется, мы все решения выбирали правильные. Может быть, одно там кинуться за... Ну, на помощь Одлиев было спорным, но все остальные вполне. Надеюсь, ты понимаешь, почему тебе лучше умереть. Вот гаденыш. Дагр бросается на вас, но тут, прерывая атаку, в его щит вонзается стрела. Отскочив и приготовившись к защите, выкиваете Одлиев, который вновь натягивает тетиву. Вот сволочь. Ну ладно, посмотрим, кто кого. Ай, Одлиев, к сожалению, мы не сможем никуда убрать. Ну что ж, тогда Хакан, да. Гунульф, да. Эгель, да. Дейрдре, да. И кого-нибудь из них... Одлиев, я не хочу повышать, вместо нее у нас есть нит. А вот Олету, у которой и так 4 очка свободных, офигеть. А что у нас здесь? Уклонение, удачный выстрел. Ммм. А в силе? Здоровяк. О, критический урон. Критический урон сойдет. Так. Ммм. В защите нам ничего не надо, а что здесь? А здесь удачный выстрел. Вот так вот. Думаю, дальше повышать ее смысла нет. А восьмом уровень, кстати. Плюс 2 воли, плюс 1 воли при отдыхе. А у нее сейчас... А у нее сейчас какая-то фигня. Плюс 3 силы. Не, ну сила-то нам нужна явно. Так. Окей. А давайте вот это Игоря дадим. Так. Вот, наверное, чуть вот так их развернем. Даже скорее пусть Одли и в последний ходят. Так. Во. Вот так шикарно. Ладно, погнали. Все. Слишком долго думаю. Ну, очень жаль, что чуваки решили, что мы... Получается, плохие руководители. Неприятно, конечно, такое о себе слышать. Ну... Как бы они за это сейчас поплатятся. Чем поплатиться? Крепко так. Давайте начнем вот с этого, дядьки. К нему подойдет Хакан. И... Оставит от него воспоминания в основном. Оп. Ну... Эгельс бивает чуть брони. Ну, а лето может вот этой лучнице тоже оставить только память о себе самой прошлой. Пшикос. Ай, только не огонь. Да ладно. Ну, окей. Допустим. Здесь у нас выходит Гональф. Ай, надо было разойтись сильнее. Потому что здесь тоже может быть огонь. Но, я так понимаю, все вот это нам за то, что мы, типа, были не очень хорошими правителями. И вот этому подонку мы сейчас можем, коннорожденно, выйти вперед. И кинуть ей отравленный наконечник на полную. Вот. О. Ладно, Эгель ковыряют. Эгелю на самом деле пофиг. Так. А вот Эгель вот этому чувачку снимет хорошенько броню. Да. Так, здесь чувак укрепляется. Одлейф. Одлейф может вот так сделать. Хоп. И вот этот чувак тоже стал милым котиком. Ух. Ай, нет. 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 Ладно. Нормас. Так. Ну и давайте раскалывающий удар здесь зафигачим. Держи. О. Ух. Нормально он так пробежал. Олета. Олета может, наверное, добить вот эту тетку. А с другой стороны, хай, эта тетка ходит. Но тут все, в принципе, такие уже... Эм, так. Поплотную-то мы стрелять не можем. Ладно, давайте вот этого чувака добьем. Они, в принципе, уже все покоцаны, поэтому нам мало что угрожает на практике. Такой бой чисто символический. Просто показать нам, к чему привели все наши решения. А-а-а. Этот тип готов. О. Кстати, броню они так крепко снимают. А-а-а. Ну, этот сдохнет от яда. Знаете, вот эту тетку тогда добьем. Ай, не получилось. Представьте себе. Эй-ей-ей. Гунальфу поджог нигдали. Ладно. Тогда Эгелю. Эгелю надо киллов насобирать. Отлично. Ну, и Одлиев, пожалуй. Хм. Попробую с ним закончить. Все. Хоть и неприятно. Просто, ну, это типа высказывание воли людей, что мы фиговый лидер. И это плохой звоночек. Я, конечно, пытаюсь не воспринимать это на свой счет. Шум битвы сменяется причитаниями, когда люди начинают узнавать своих павших сородичей. Руга! Вопите вы с отвращением, думая об бессмысленном кровопролитии. Он пропал, говорит Хакан. Тихо ускользнул еще в начале битвы. Но мы поймали его человека. Дагра. Двое варлов выводят связанного безмолвного убийцу и ставят перед всеми. И в него летят все камни и навоз и кабыков. Хакан смотрит на вас. Разберись с ним, или это сделаю я. Ну, тут надо показать, что мы лидер, что мы полны решимости, мы убиваем его. Ты нас предал! Кричите вы, и весь клан за вашей спиной дружно ревет от злости. Руги нужна была только власть, и ради нее он был готов убить любого, а ты ему помогал. Молчание мужчины доводит вас до белого коленя. Ты не заслуживаешь пощады и скорой смерти. Вы поднимаетесь с земли меч и пронзаете им Дагра. Но он только кряхтит от боли. Вы киваете Хакану, который легко поднимает труп и подвешивает Дагра на толстую веревку, ветку за ремень доспеха. Кстати, если он не заслуживает быстрой смерти, почему его просто не привязать и не вспороть ему, допустим, в живот? Это вроде как довольно-таки медленная, довольно-таки мучительная смерть. И человек так может держаться, типа, пару суток еще. Одни сородичи принимаются ругать и оплевывать Дагра, другие оплакивают павших. Вы им не мешаете. Ну, мы делаем то, что надо сделать. Увы, ах. Так, ну... Просто, я не знаю, мне кажется, пощадить его было бы слишком. Внезапно вы слышите, как бренчит на своем инструменте алио. Несколько караванщиков распевают песни. В кругу собравшихся стоит пунцовый от смущения Варл. Во, вот это интересно. Кстати, вот эту картину я бы хотел увидеть. Другой Варл рядом с вами орет. Скорее полно... Сполнилось 200 лет! Да, люди в караване поутихли, впечатленные такой датой. А, давайте произнесем здравицу в честь Варла. За Скарри, начинаете вы. Ты уже прожил дольше, чем когда-либо проживет хоть один человек. Оставайся таким же храбрым и сильным, чтобы выпить с внуками наших внуков. Скарри смотрит на вас и кивает. Я расскажу ему о твоей храбрости и силе. Все смеются, пьют и продолжают веселиться. Ух ты, настроение и еще и славу за это дали. Ну, припасы... Ладно, они приходят и уходят на самом деле, потому что люди как-то их собирают вокруг. В окружающих лесах должна быть дичь. А еще в них можно найти капельку уединения. Вскоре вы натыкаетесь на следы оленя, но пройдя по ним до прогалины, находите зверя мертвым. Изучая лес, вы ничего не видите и не слышите. Подойдя к оленю, вы замечаете, что его убили недавно. Рядом с животным лежит черный камень с половину вашего кулака. Вы поднимаете его и узнаете оружие драгов. Хруст под леской неподалеку выдает двух метателей, которые тут же начинают громко гудеть. Они переговариваются, потом один бросается вперед и нападает на вас. О, а где все? Хе, окей. Ну, это что-то новое. Это определенно что-то новое. Интересно, если я... О, у нас уже наблюдение есть, ремонт, туалеты. Офигеть. Туалеты есть, ремонт. Представляете? Так, а лето выходит вперед. А, кстати, мы ходим через раз. То есть, в следующий раз будет вот этот ходить. А тогда мы подождем. А вот теперь нам надо выйти, наверное, вот сюда, на одну клеточку. Ну, и сразу мы, кстати, его можем прибить. Хм, делов-то. Хорошо, что у нас настроение хорошее и есть запас. Оу. Ну, ладно. В эти игры я умею играть. А, один хп у меня останется. Ну, да ладно. Один хп это вообще ничто. Да. Вот и все. Битва оказывается просто, ну, видимо, какая-то сюжетная такая. Готово. Ну и пара убийств. И, я так понимаю, две славы за все про все. С другой стороны, два слабых драга. А, четыре. Ооо. Когда с драгами покончено, появляются ваши сородичи. Неплохо, говорит одна из женщин и пинает тело драга. Подбегает ребенок и делает то же самое. А давайте посмотрим, нет ли тут еще этих тварей. Воины и варлы рассыпаются цепью, и вы отправляетесь прочесывать лес. Вам быстро сообщают о найденном скоплении драгов. К вашему приходу драги выглядят загнанными, но их метатели и камнистражи выстраиваются в круг, защищая припасы и молодняк. А, они представляют угрозу для всех. Убейте их. А лето что-то... Ну, судя по всему, игра за караван Больверка на меня все-таки повлияла. Помним, что камнеметатели это женщины и дети, но нет. Позади себя мы врагов не оставим. Некоторые начинают переглядываться, но другие сдают боевые кличи и увлекают толпу за собой. Начинается резня. А, окей. Кто с нами? О, предатель. Мы можем его взять... Блин, я его хотел нит на самом деле взять, но нит никак у нас не добьет уровня. Хакангунольф, Эгель и, наверное, Дердра. Хотя у нас совершенно отстали Могр и Крис, но Эгель это тот же Могр, только немножко другой. Но нет, я хочу все же Могр использовать. Давайте еще и уровень ему получим. Пу, получим, повысим. Во, и давайте... А, Могру не хватает. Могру не хватает до следующего уровня. Собственно говоря, поэтому он, наверное, у нас поучаствует в этой резне. Нам нужно отдать килониду, нит и Могру. Ну, и с этой мыслью, наверное, пуф, пусть Эгель первый ходит. Блин, вот неудобно, нельзя чисто двух местами поменять. Во, погнали. Ох, да, камнеметатели выстраиваются... Выстраиваются. Так, Эгель пойдет вперед, встанет в стенку. Могр пойдет вот сюда, тоже будет их на себя там привлекать. Олетта. Кстати, вот Олете было бы здорово встать как раз-таки на место, где сейчас Могр стоит. Вот сюда, потому что она сможет тогда вот этих двоих прострелить. И нит станет где-нибудь здесь. Даже чуть позади. Так. Во, шикарно. Эгель, собственно говоря, поскольку он у нас бронированный, как незнамо что, встанет в каменную стену. И такой тип, ну давайте. Ну, сосунки. Оп. А, так. А Олета, кстати, если выйти ей вперед на полную, она может запустить нитку в иголку на троих сразу. И это будет, кстати, уникальный шанс. Давайте это сделаем. Вот так вот зафигачим. Опа. Ух. Ха-ха, цепная реакция-то пошла. Так, а теперь... А теперь мы заблокировали проход дядюшки Могру. И причем, если он пойдет в обход, он, в свою очередь, заблокирует пах. А проход немножко... Ну, нормально, он вот здесь станет, и ОК. Так, тут все драги просто тоже друг другу проходы блокируют. Так, кто ходит следующий? Так, вот этот. Ну, блин, я хочу, на самом деле, вот поэтому зафигачить. Хотя... 9 урона. 9 урона никогда лишними не будут. Давайте раскалывающий удар, причем на полную. Опа. Еще и соседнему попадет немножко. Э, подрывной. Вот это не очень. Так, Анит, в свою очередь, может выйти куда-нибудь сюда. У нее там есть разбивание брони какое-нибудь? У нее есть разбивание брони. Еще как. Во. И чувак просто отходит назад, потому что все. Ему надо камлать подмогу. Гунульф. Гунульф, наверное, вот сюда подвинется, чтобы дать остальным пройти. Ау. Ну, и тут Олете немножко достается, но... Не критично. А, так. Вот этот юноша. А кто дальше ходит? Дальше-то кто? Вот отходит. Ладно, тогда мы встанем в каменной стене дальше. Будем блокировать все, что можно заблокировать. Олета. Олета, в свою очередь, может, кстати, подойти вот сюда и вот этого дострелить. Это, наверное, будет... Кто следующий? Эм... Хотя... Ладно, давайте подойдем вот сюда и вот этому чуваку броньку снимем. Вот. Вот так будет интереснее. Ау. Так, и дядюшка Могар. А вот дядюшка Могар как раз уже на полную чуваку врежет своей дубиной. Дубинищей. Оп. Так, вот этот чувак, который камлайд. А, я так понимаю, его дострелит нит на следующий ход. Соответственно, Хакан может обойти вот так вот. И вот этому чуваку тоже раскалывающий удар запустить. Ну, по-доброму прям. Чтобы все соседи прочувствовали. Так, а нит придется подойти прям на полную. Но мы хотим из нее сделать супер снайпера. Вжух. Во. И нит наконец заслужила повышение. А, так. Так, братишке Гундульфу на самом деле особо-то килов не надо. Он и так по ряде. Поэтому разобьем броню. Бэм. Тем более, это хорошая цепная реакция. Ох. Текс. Мы пытаемся кого еще раз могро прокачать. И нит. А, ух. Любят драги собираться кучкой. Вот в первой части у меня таких цепочек, конечно, не получалось. Ау. Ну, и а лето может подойти вот сюда. И здесь тоже снять броньку. Так. Так, ну, дядюшка Могр пойдет собирать свой кровавый урожай. Ай. Ну, да, лучше первым не убивать тех, кто только недавно сходил. Потому что тогда получается, что они, типа, этот ход пропустили. А, хак, он вот этому, дядьки, может запилить на 11. Держи, брат. Ох. Ай-яй-яй. Как же так? Так, ну, и нит. Наверное, подойдет вот сюда. И добьет вот этого, чтобы, не дай боже, он у нас никого не призвал. Так. Слушайте, какой-то прям буй очень однобокий. Ну, реально. Гунульфом давайте снимем одну броньку. Просто трындец. Так, чувак снова начинает призывать. Ну, они все сейчас потихоньку начнут призывать. Давайте, Эгель, наверное, вот этого чувака прирежет. Оп. Так. А. Алетто. Алетто, кстати, может вот сюда подойти. И вот этому дядьке тоже снять дофига брони. Вжух. О. Ай. А дядюшка Могор не дойдет. Не дойдет никак. А следующий ходит вот этот мелкий. Ну да, придется Хаканам вот этого добить. Ауч. Хакан тут остановит вот этого товарища. Чтобы никого не призвал. Хотя можно было, кстати, дать ему призвать по большому-то счету. Мм. Взрывчаточку нам кидает. Так. И НИТ может выйти куда-нибудь. Давайте НИТ просто заберем килл и все нормально. Ого. Килл от килл. Так, теперь о Гунульфом. Давайте все же попытаемся этого чувачка Могру отдать. Будем ему... Разобьем остатки брони. Ай, он сматывается. Ну, мы можем вот здесь зайти и тоже ударить по броне. Не можем. Жаль. Ну ладно. Так. Алетто ждет. Ну, просто мне хочется, чтобы Могр тоже подтянулся немножко. Он очень хорошо бронирован и как юнит, ну, прям неплохо, мягко скажем. Или мы можем НИТ этот килл забрать. Хищная птица. Она не достреливает. Хотя... Не, она не достреливает, жаль. Эу. Так. Ну, и все ждут. Я сказал, все ждут. И ты ждешь. А вот дядюшка Могр наконец-то забирает свою кровавую дань. О! Как раз. Все четенько было распланировано. Хе-хе. Шикос. У нас повышение у НИТ, которое мы хотели. И повышение у Могра. Просто... Могр такой прям танк-танк. Так, у нас отличное настроение. И все пока идет хорошо. Вода в окрестных ручьях постепенно окрашивается в ярко-зеленый цвет. Словно бы из ран змея сочится кровь и растворяется в воде. На поверхность всплывают десятки дохлых рыбешек, которых уносит быстрое течение. Некоторые люди в клане заболевают, другие страдают только от выпитого меда. Ха, когда группа варлов замечает чистую воду, этому радуется весь караван. Впрочем, великаны сдерживают людей и говорят, чтобы те прислушались. Над водой... Нет, из воды... Слышна едва различимая мелодия. Люди обеспокоенно перешептываются. Что это значит? Это безопасно? Мне плевать, я пить хочу! Давайте подадим вам пример и напьемся водице. Вы зачерпиваете руками чистую воду и пьете ее. На вкус она чище колодезной воды из вашей родной деревни Ускогра. Все ждут вашей реакции. Вы поворачиваетесь и улыбаетесь. О! Хм! Пейте! Кричите вы! Другой такой возможности может и не представиться. Оставив мысли о мелодии, весь караван устремляется к воде. Люди в волю пьют и наполняют бочки. Кое-кто даже моется. Алло! Возносит хвалу богине Осилий. Нормально, все пьют и люди такие... А, чистая вода, наконец! Конец! Давайте в ней мыться! Обалденная идея! Вот реально еще хорошо как бы именно рядом с ней организовать место, чтобы, не знаю, там пописать. Ну, то есть, справить естественные нужды. Ну, и я решил разбить лагерь. Во-первых, давайте проверим, что у нас там с палаткой. Может быть... А, все. Он уже ничего нам не покажет. Ладно. Тогда давайте с героями разберемся. Потому что у нас с вами прибавилось очень-очень много славы в последнее время. Повысим нит. Ей, наверное, Е. В силе возьмем крит. Так. А, дядюшка Могор. Ух ты, злоба! О, он может таунтить. Или таран. Но таран я не люблю, а вот злоба, да. Злободневные вещи интересны. И мы ему пробивание брони возьмем. Так. Лети, на самом деле, качать особо нечего. Эрик. Я даже не знаю. Он такой слабоватый, но, правда, медведя призывает. Ладно. Вдруг, если Эрик у нас окажется в составе пати. Ну, Эгель. О, сквозной рывок. Кровавая... Шквал топоров. Да, шквал топоров. Вот это мне нравится. Соответственно, мы ему повышаем силу и вот эту штуку. Ну, и надеемся, что когда-нибудь он у нас будет уровнем выше. А, плюс один урон силе, плюс одно пробивание. Вот это очень круто. Но я не знаю, есть ли смысл олету до последнего уровня чисто ради этой штуки качать. Ну вот. И при этом я посмотрел на время и понимаю, что оно плавно истекло. Поэтому спасибо Мишеву. Именно спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжают поддерживать канал. Ну, и спасибо всем вам за то, что с нами остаетесь на этом нелегком пути в оберанг. А, черт его знает, когда мы туда придем. Но, в общем-то, пока идем хорошо. Вот. Я так полагаю, что в следующем эпизоде мы банально этот путь наш продолжим. Ну, может быть, с кем-то сразимся еще, посмотрим. А пока все. Всем удачи, всем счастливо. Пока-пока. До встречи в следующем эпизоде. Субтитры сделал DimaTorzok